всем привет мы наверное уже третье видео записываем машине перед пляжем это самое удобное место потому что здесь поля такие даже не поля а как степи что ли я не знаю как это назвать это же не пустыня тоже очень сильные ветра дуют а сегодня особенно сильный ветер вообще все сносит вот мы одну дверь у машины закрыли вторую вот открыли что уж совсем тут не сауна была я хочу сегодня затронуть серьезную тему разговора поэтому кому не интересно просто пролистывайте это видео и не смотрите я хочу затронуть вопрос на что живут многодетные конкретно на что живет наша семья потому что очень часто про многодетных говорят гадости и пишут гадости даже вот снимают какие-то репортажи хотя сами они вот те кто снимают они наверное сотой доли не знают жизни многодетной семьи жизнь непростая мы не плачем все что нам тяжело нет но если в семье возникают какие-то проблемы и конфликты например с ребенком да вы умножаете свои конфликты вот на количество например наших детей у нас их шестеро у каждого ребенка свой характер каждому ребенку нужен свой подход плюс мы тоже живые люди и я и мой муж нам что-то не нравится мы также можем конфликтовать единственное у нас есть правило мы не конфликтуем между собой с мужем дома если у нас какие-то разногласия мы их решаем вне стен дома поэтому вот например для василисы а почему говорю для василисы потому что с лерой мы уже эту тему проходили понятно она уже постарше стала мальчишки совсем уже большие а егор и снежана они у нас немножечко как сказать вот в плане в таком бытовом они немножко отстают от обычных детей то есть я например с егором и снежей не могу поговорить вот на такие темы как с васей потому что в них это с рождения с детства не заложено они это только проходят то есть вот егору сейчас скоро будет 8 декабре ему будет 8 он у меня идет в первый класс вместе с девочками год мы его еще подержали дома но по вот такому общему развитию я бы его ценила годика на 3 не по умственным способностям нет он мальчик он умный он научился у нас читать он считать пытается и речь у него стало лучше но вот мне не хватает образования чтобы вот это объяснить но я попадаясь своими словами но вот того что ребенок впитывает всей кожей до всем вот от своих родителей то как все вокруг устроено как мы зарабатываем куда мы ездим как мы меж собой общаемся как мы разговариваем вплоть до того что даже вот почему из крана вода течет вот все такие да дети обычно домашние скажем они не задают таких вопросов потому что они это все видели так сейчас я телефончик поправлю немножко у меня нет селфи палки поэтому я держу телефон руками вот а ему все это в новинку все это у него мы все это проходили в общем ломал игрушки разбирал не потому что он плохое вредное потому что ему интересно как все устроено так очень я отвлеклась опять остапа понесло не в ту степь я хочу поговорить именно о том на что живет наша семья так как двое детей у нас приемные они у нас не усыновленные потому что на тот момент когда мы забирали их из дома малютки у них не было статуса их мать не была лишена родительских прав она была только ограничена и потом через так через шесть месяцев после того как произошло ограничение в родительских правах ее лишили родительских прав стандартная процедура к сожалению это все на автомате происходит вот когда их лишили родительских прав отца у них в записи о свидетельстве о рождении нет но в жизни то он есть в общем у егора и снежья и мама и папа живые поэтому я не имею права человеческого я так считаю их усыновлять до их скажем так совершеннолетия вот будет им ну лет 17 18 может быть даже больше если они захотят носить нашу фамилию это будет только их решение и как служится жизнь я не знаю в дальнейшем потому что с приемными детьми разное бывает они могут и к своим родителям потом прикипеть все-таки это их плоти кровь мы со своей стороны постараемся дать им все самое ценное что мы можем им дать то есть воспитать их если случится так что я буду как-то например предвзято к нему относиться то я всегда все своей голове держу что прежде всего я воспитатель потому что насилен мил не будешь и и со своими детьми бывают конфликты а с приемными и тем паче бывают но пока они маленькие у нас таких особых конфликтов нет так только на бытовом уровне это не конфликты мелочи жизни и так как они у нас находятся под опекой продолжаю тему которую я задала мы получаем на них пособие в нашей ивановской области пособие на опекаемого ребенка на данный момент 5 600 5600 рублей это их деньги то есть их доход априори они не являются нашей семьей да у них и другая фамилия и в графе их доходы я заполняю каждый год отчет финансовый как опекун вот это 5 600 это доход каждого ребенка плюс если с матери берут алименты она как-то работала одно время с нее приходили там алименты это тоже их доход и я тоже за них отчитываюсь дальше так как я являюсь приемным родителям то с органы опеки у меня заключен договор о возмездном оказании услуг ну между собой между приемными родителями мы называем это зарплатой вот но понятно что это не работа это гражданский договор не трудовой по этому договору нет социальных каких-то льгот и выплат нет отпусков нет больничных есть только отчисления в пенсионный фонд и удержание подоходного налога то есть так до сумму я не сказала в нашей ивановской области зарплата приемного родителя это минимальная зарплата по ивановской области на данный момент это так не соврать бы точно 11 200 по моему что получается вот так что вот кто говорит что там все живут за счет приемных детей это ваше мнение и только ваше понятно что мы никогда так не думали и мы не живем за счет приемных детей своих у нас четверо и понятно что на такую сумму мы бы семьей не выжили дальше какие у нас еще есть доходы получаем ли мы какие-либо пособия нет как наша семья на своих рождены свои рождены детей мы пособия не получаем мы получали пособия стандартные которые получают все нашей стране это за рождение ребенка платят и когда я работала до полутора лет это через фонд социального страхования тоже там было но так как у меня был и п то поэтому была минималка то есть как безработные получали также и вот основной наш доход это наши небольшие магазинчики у мужа такой мы называем сельпо потому что там в общем от трусов носков и до стирального порошка и мой магазинчик это с рукоделием которому я шла годами все пыталась его где-то открыть но сергей витальевич меня был против считал что это мои просто как бы домыслы и фантазии что на этом не заработаешь ну со временем все таки я его убедила в том что это нужно сделать в общем теперь у нас есть магазин с рукоделием я считаю что он неплохой магазин доход него есть мы зарабатываем ну плюс иногда у меня шабашки по рукоделию что-то я там делаю такие наши доходы на что мы отдыхаем мы отдыхаем на наши деньги которые мы целый год откладывали копили на этот отдых отдыхаем и очень и очень бюджетненько на семерых человек мы с собой взяли сотню то есть в этом году мы себе не можем позволить аквапарк не получается для того чтобы детей не ущемлять во фруктах во вкусной еде здесь цены на фрукты не ниже чем у нас такие же и черешни виноград стоит так же как у нас на наших рынках ивановской области вот поэтому да и жилье жилье конечно здесь подороже чем у нас понятно что мы за сутки такие суммы там у себя не платим вот если мы поехали куда-то отдыхать например ивановской области да если бы снимали квартиру то тысяч пять шесть это можно было найти квартиру с такой суммой за месяц если постараться вот здесь это цена за сутки в прошлом году мы в аквапарке отдыхали но мы попали так что у нас было день рождения у леры лера у нас шла бесплатно ну и плюс скидка как многодетным мы посмотрим может быть мы и выкроем потому что мы в этом году жилье сняли не очень дорого бюджетненько вот за счет того что она от моря не 100 метров а чуть подальше но у нас есть машина мы ездим на машине а так если пешком то это где-то 15 минут идти дети с удовольствием ходе давать до васюшу ты любит ходить пешком они с леры все время вот единственное что здесь пыль на вот когда ветра вот сегодня ветер сильно он поднимает вот эту пыль потому что засуха дождей нет так какие у меня еще вопросы были а кстати вот эти вот вопросы что я сегодня затрагиваю это и так спрашивают и в соцсетях бывает вот в личные сообщения приходят почему-то под комментариями видео такие вопросы не задают то ли они стесняются что их другие начнут им отвечать то ли как не знаю я стараюсь отвечать на вопросы честно и не скрываю ничего тогда был еще один вопрос почему вы не усыновили детей а нет я на него ответила да потому что я считаю не считаю это своим правом их усыновить у них есть родители они живы эти родители вот дальше а почему вы не отказались так как же там было написано если вы таки то сейчас я вспомню если вы такие белые пушистые почему вы не отказываетесь от опекунского пособия ну может мы и белые пушистые но мы же не идиоты чтобы отказываться от денег я не считаю это халявой какой-то потому что труд приемного родителя это тоже труд это мы своих растим для себя приемных может мы тоже для себя вырастим я не знаю как сложится жизнь но это труд и немалый труд когда я соберусь с мыслями я запишу видео расскажу о том как адаптировались у нас егоры снижа какие кошмары у нас были как мы сейчас это все вспоминаем до василис сейчас это все уже прошло а егорка даже не помнит вот дальше на что я еще не ответила так про доходы сказала и наверное еще вот в завершении что скажу когда говорят про многодетных что они вот плодятся как кошки думают своими гениталиями вместо того чтобы мозгами думать у меня прям внутри все же закипает и плюши плю и пузырюся мне каждый мой ребенок достался очень тяжело каждая беременность была огромным испытанием и для меня и для моей семьи и переживания и физическое как бы не знаю как слова подобрать очень трудно беременности проходили здоровье у меня было с детства не айс потому что жизнь была такая я в детстве даже испытывала голод когда мы жили с мамой так что и вот сейчас например когда я слышу ну не лично свой адрес а вообще про многодетных плохое да у меня как у быка на красную тряпку поэтому товарищи дорогие прежде чем наговорить на многодетную семью что-то плохое вы подумайте пожалуйста не надо обижать многодетные не все многодетные алкаши и нахлебники вот среди моих знакомых таких вообще нет мы с такими не общаемся я среди моих знакомых очень много многодетных семей которые сами зарабатывают не прося у государства ничего так а то еще еще был вопрос какие мы льготы имеем у нас у детей в школе бесплатный проездной в принципе я от этого не отказываюсь я это принимаю с удовольствием дальше бесплатных завтраков и обедов в школе у нас нет потому что в ивановской области был сделан выбор на то что кушают бесплатные получают льготы только мало обеспеченные многодетные семьи то есть если семья многодетные имеет статус малообеспеченных то они пользуются пособиями бесплатными обедами в школе ну и школьную форму наверное тоже выдают я не знаю как нашей школе ты сейчас устроена вот почему мы этим не пользуемся про учебники учебники у нас сейчас школе выдавали практически всем без разграничения там малоимущие немалоимущие просто выдавали всем единственное что мы подкупаем там какие-то рабочие тетради может быть задачники но это всегда было контурные карты справочники справочники потому что в библиотеках не все справочники есть словари различные это все конечно нужно детям вот это все мы покупаем приобретаем а учебники у нас последний раз только наверное миша покупали мы миша когда учился а потом стало получше немножко и стали в школе выдавать васюш на что мы еще не ответили что я еще хотела ответить мысли путаются ну наверное буду заканчивать это видео если будут еще какие-то вопросы вы пожалуйста задавайте и стесняйтесь мы ответим вас мы на море да мы сейчас пойдем на пляж в общем всем всего хорошего всего доброго пусть ваших семьях будет мир доброта а мы на пляж всего все так до свидания у нас наверное ветер заглушает наш разговор